всем добрый день с вами виктория сегодня предлагаю рецепт очень вкусного торта на юбилей я его готовила на день рождения своего мужа получается торт очень вкусный все домашние и гости обязательно оценят готовится довольно просто клубнику теперь можно приобрести в любое время года также такой торт можно приготовить на новый год 8 марта или любой другой праздник сначала приготовим бисквит для этого смешаем одну чайную ложку разрыхлителя и 150 грамм муки затем смешаем 80 грамм молока и 40 грамм сливочного масла нам их нужно хорошо подогреть затем в миску выбиваем 5 яиц друзья как всегда полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии яйцам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером после того как на поверхности образуется вот такая пенка добавляем одну чайную ложку ванильного сахара и 150 грамм обычного сахара и продолжаем взбивать взбиваем в белую пышную массу вот после того как начинают образовываться вот такие разводы на поверхности значит наши яйца практически взбиты масса должна получиться очень очень пышная увеличится в два-три раза затем начинаем просеивать частями 150 грамм муки и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой также можно использовать деревянную лопатку миксер нам больше не понадобится и продолжаем просеиваем следующую часть муки и перемешиваем плавными движениями снизу вверх до однородности теста на данном этапе тесто должно получиться очень пышная и воздушная далее наше молоко со сливочным маслом хорошо согрелись и растопились и теперь осторожно в несколько приемов столовой ложкой по краю формочки добавляю молоко растопленное со сливочным маслом и все хорошо перемешиваю вмешала одну часть и добавляю следующую часть и так пока не кончится молоко вот такая примерно консистенция должна получиться у теста далее подготавливаем форму размер моей формы 20 сантиметров диаметром я ее застилаю пергаментной бумагой и укрепляю фольгой фольгу я сложила вдвое и отправляем запекаться тесто при 180 градусах на 35 минут готовность проверяем деревянной шпажкой такие бисквиты получаются очень пышные красивые и вкусные разрезаем бисквит на две равные части на два коржа я это делаю с помощью ножа отмечаю линию отреза и затем продеваю нитку и разрезаю получается очень удобно и аккуратно для того чтобы бисквиты нарезались легче я его заворачиваю в пищевую пленку после того как он остынет и оставляю отлежаться на несколько часов посмотрите какие шикарные бисквиты у нас получились и теперь приготовим крем для этого смешиваем 600 грамм творожного сыра маскарпоне и сливки и начинаем все это взбивать миксером все ингредиенты для крема должны быть очень хорошо охлаждены затем добавляем 140 грамм сахарной пудры и продолжаем взбивать взбиваем до загустения у меня на это уходит в среднем 5-6 минут время от времени не забываем зачищать края емкости и продолжаем взбивать крем получается очень вкусный готовится буквально за 5-6 минут и очень хорошо держит форму примерно одну третью часть крема я перекладываю в кондитерский мешок если у вас нет кондитерского мешка то можно переложить в обычный пакетик и также я подготавливаю клубнику собираем торт на подложку выкладываем небольшую часть крема и выкладываем первый корж пропитываем его пропиткой у меня клубничная пропитка можно пропитать просто обычной водой с сахаром затем устанавливаем кондитерское кольцо и ацетатную пленку одну часть клубники разрезаем напополам и вот таким образом выкладываем по стеночке по всему кругу формы обратите внимание как я это делаю желательно использовать клубнику покрупнее в итоге у нас получится красивый узор затем выкладываем крем сначала выкладываем крем между каждой клубнички делаем это для того чтобы наш узор хорошо держался и небольшую часть крема выкладываем на сам бисквит и все хорошо уплотняем разравниваем ложкой прижимая крем клубники затем выкладываем другую часть клубники которую нужно просто нарезать на мелкие кусочки все аккуратно разравниваем и закрываем небольшой частью крема крем хорошо разравниваем по всей поверхности и подготавливаем следующий корж следующий корж тоже хорошо пропитываем пропиткой и выкладываем пропитанной стороной сверху сверху бисквит промазываем небольшим количеством крема и убираем настояться в холодильник часов на шесть по истечению данного времени торт хорошо пропитался аккуратно убираем кондитерское кольцо и ацетатную пленку и немного подравниваем тортик сверху и украшаем клубникой узор из клубники может быть очень разнообразный здесь уже используйте вашу фантазию и украшайте как вам больше нравится очень красиво когда просматриваются небольшие зеленые веточки клубники торт получается очень красивый вкусный нежный каждый кусочек просто тает во рту он очень красиво смотрится на праздничном столе и всегда нравится всем гостям и домашним очень рекомендую вам попробовать приготовить такой торт всем желаю удачной выпечки прекрасного настроения отмечайте и готовьте с удовольствием для ваших юбилеев дней рождений всего вам самого доброго и до новых встреч с вами была виктория